Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть, естественно, в симулятор Белки 2 онлайн. И сегодня у меня новый будет скинец. Прямо сейчас его приобрету, и мы же сразу его будем тестировать. Вот он, киборг. Включение. Пик-пик. Пыщ-пыщ. Тынь-трынь. Пик-пик. Киборг включен. Загрузка цели. Цель загружена. Устранить всё живое. Что не киборг? Киборг готов к выполнению заданий. Этот ролик только начинается. Ставьте лайк, и, конечно, мы продолжаем тестировать новые скинцы. Да, вот такое вот описание для этого киборга. Он стоит тысячу золотых монет. Это много, но за это даётся 45% к силе атаки, 20% к здоровью и 80% к скорости употребления пищи. Это достаточно много. Ну что же, приступаем к испытаниям киборга. Только вначале, естественно, нужно его приобрести. Приобретаем. У меня как раз ровно тысяча монет. Прямо так хорошо. И 10 из 12 скинцов теперь у меня есть. Остались вот эти два скинца приобрести. Но они очень дешёвые. Я думаю, что даже, может, за один ролик вам их дам протестировать, так сказать. Всё, идём за киборга. Смотрим, насколько сильные. Вау. Посмотрите, как... А, слушай, она очень красивая. Она максимально красивая. Вы посмотрите, как она выглядит. Прикольненько, да? Такая стандартная белочка, но с какими-то своими фишечками. И глазик фиолетовый. Ну, здорово. Давайте смотреть, насколько она сильна. И действительно ли она пожирает пищу так быстро, как это написано в описании. Ну-ка, ещё посмотр... Ого! Вы посмотрите, как барсук быстро отваливается. Вот это да. Не, ну, конечно, сильна. Сильна мышка. Бесспорно. Но мы её будем тестировать, конечно, на боссах. Ну, сможем или не сможем. Это зависит только от скинца. Я даже думаю, давайте мы попробуем её протестировать не на полную. То есть, не с полным хп. Вот, видите, половина хпшки у меня есть. Сколько отрегенерируется, столько и отрегенерируется. Хотя, давайте заодно ещё проверим, как она быстро поедает грибочка. А чё, почему бы нет? Действительно, заодно проверим. Ну-ка. И бах! Просто съела, да. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Так, берём мухомор. А, не, мухомор... Слушайте, ну, надо запомнить, что он там есть. Давайте сначала мы помощников победим, да? Ну, нужно помощничков победить. И потом мы... Вот! За помощников ничего не дают? Серьёзно? А я думал, что за помощников хоть что-то дадут. Ну всё, мышка-королева, осталась только ты. И у меня не так уж много здоровья, но я думаю, что с тобой я расправлюсь очень легко. 111 уровень, друзья. Вот так вот быстро мы справились с первой королевой, так сказать. Ну, пока что... Ну, не знаю. Знаете, всё-таки для обычной прокачки, да... Ну, я не знаю. Вот эти два скинца, они, конечно, хороши именно, да, вот именно побеждать. Но дополнительных каких-то фишек у них действительно нет именно для прокачки. Вот это большой минус дорогих скинцов. Вроде кажется, что они действительно должны стоить много, и они должны действительно давать много, там, дополнительного опыта, либо дополнительного золота какого-то. Но этого просто нету. И это плохо. Это действительно плохо, потому что тот же самый рыцарский, например, скинец, он даёт достаточно быстро вам заполучить много золота. Я прям вообще... Я даже не парился. Он очень много приносит золота, потому что он там охотится за волками и за барсуками, если я всё правильно помню. Вот. Вот я про вот этот имею в виду скинец. Видите, 7 монет за волков и барсуков. И плюсом ещё 15% к урону по вожакам и королям. А за них тоже даётся дополнительный урон. И как бы, ну вот, смотрите, вот мы сейчас сходим, да, и вот этого вожака, зайца, победим. Вот сейчас мы его победим, и мы за него, естественно, получим ещё... Ну, то есть быстрее намного... Тут не дополнительное золото, это понятно, да, но мы довольно-таки быстро его побеждаем. Как по мне, этот скинец намного интереснее. Ну, это лично моё мнение. Если вам нравится чисто внешне, играйте, пожалуйста, в принципе, хороший скинец. Выводы так по тихой грусти, да, делаю. Вот. Но это так оно и есть. Да, я из-за этого специально это всё вставил на потом, чтобы сначала все полезные скинцы обозреть. Лично для себя я поначалу искал, да, что и где и когда, что. Ну, еда действительно очень быстро естся с этим скинцом. В принципе, и сражаться довольно-таки хорошо. Ну, возможно, для прокачки, да, для опыта, возможно, вы быстрее будете получать, чем все остальные. Хотя, кроме космонавта. Космонавт очень быстро опыт получает. Там дополнительный опыт за все вообще действия ты получаешь. Это очень круто, это очень хорошо. Так, нам нужно срочно попить водицы. Если мы сейчас с вами не напьём все водицы, это будет просто ужасно. Так, пьём водичку. Посмотрим, сможем ли мы, кстати, справиться. Да, я не буду сегодня прямо всех боссов побеждать. Это бессмысленно. Всё равно мы уже всех боссов победили. Всех уже... Ну, всё равно мы уже с ними справимся. Мы и так всё понимаем. Я просто хочу посмотреть, как это всё будет в реальной жизни. Как это всё будет происходить. Сможем ли мы справляться. Не, ну белки, конечно, прикольно выглядят в этом скинце. Прямо реально забавненько так, забавненько. Бегаю, чё-то. О, 112 уровень получили. В теории, да, неплохо. Ну, ладно, не на все 100% хорошо, потому что быстро мы довольно-таки справляемся со всеми. Жизнь можем повышать, так сказать, за счёт еды. Действительно, очень много можно еды есть. И быстренько, опа, восстановление очень быстрое за счёт скинца. Но всё равно, всё равно есть свои минусы. Вот, например, видите, вожак-барсук. Хотя, а, ну за вожака мы в любом случае же получаем. Ну, давай вот посмотрим. Не, ну слушай, да, он действительно, по-моему, быстрее справляется, чем рыцарский. Да, да, согласен. Хорошо, есть в этом небольшой плюс. Только сейчас-то понял. Ну ладно, давай-ка мы вот это всё соберём. Оп-оп-оп-оп-оп, собираем всё-всё-всё-всё-всё, чтобы у нас это всё было в коллекции. И вон ещё один барсучок бежит такой. Эй, помогите, меня пытаются укусить. Да никто тебя не пытается укусить. Успокойся, всё хорошо. Всё, и его мы тоже победили. Вон идём за мышкой. То есть, по сути дела, за киборга лучше сражаться только против вожаков, боссов. Ну, то есть, вот как-то так справляться. То есть, бегать прямо по карте, их искать. Но не более того, да. То есть, вы быстро восстанавливаетесь. Мухоморы вообще мы не можем есть, естественно. Только за один скинец мы можем мухоморы есть. На обычных животных мы просто-напросто даже внимания не обращаем. Потому что, а зачем? А зачем нам обращать внимание на кого-либо? На кого-либо. Так, бежим дальше. Смотрим, может быть, встретим какого-нибудь босса. Здесь покормим нашу семью. И вообще, семью лучше кормить, конечно же, не грибочками. Грибочки нужно оставлять себе. Их 100% нужно получать только... Ну, потому что семью можно кормить хоть чем. Абсолютно хоть чем. Прибавится 20% к пище. Я не знаю, насколько грибы актуальны для меня. Ну, по факту, может быть, это и не так. Я, может, думаю просто немножко по-другому. Ну да, не забываем эту нашу тактику. Которую я придумал. Может быть, кто-то и до меня ее придумывал. Но я ни у кого не подсматриваю, честно вам скажу. Берешь просто в себе в пасть еду какую-нибудь, не обязательно. Можно, конечно, не обязательно гриб, да, брать. Можно любую. Можно и ягоду взять и с ней бегать. Ну и потом, когда у тебя, например, голод наступает где-то на 20, минус 20%, ты просто-напросто скушаешь. Либо, например, у твоей семьи слишком мало пищи, да, и тебе нужно ее покормить. Берешь так, оп, опускаешь и корбишь. Все, отлично. Ну, у тебя здоровье не полное, ничего в этом страшного нету. Зато урон на 100% повышен. И вот ты вот такого волка с 2000 здоровья просто очень легко с ним справляешься. Ой, не, 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 он меня, по ходу дела, сейчас победит. Отбегаем чуть-чуть и продолжаем кусать. Да, в этом ничего такого сложного нет. Но, видите, за него ничего не дали нам. Никакого золота, ничего так мы и не получили. К сожалению, к сожалению, очень к сожалению, потому что хотелось бы, конечно, за него хоть что-то получать. Так, ну что же, ну что же, змея еще здесь бегает, со змеем быстро расправимся. В принципе, ну, все понятно, мне кажется, с этим действительно киборгом. Лучше ли он других скинцов? Мне кажется, нет. Ну, вот правда, мне кажется, нет. Потому что, ну, вот по мне, сейчас я вам скажу, какие скинцы лучше всего. Вот это, наверное, если вы хотите быстро именно получать золото. Вот золото действительно, вот, рыцарь больше всего вам золото даст. Это, наверное, если вы хотите очень быстро получать опыт. Ну, и плюсом такое, золото вы тоже можете за него получать неплохо. Потому что три монеты за складирование пищи, это достаточно многовато. Вот, например, мы тут поели, успокоились, опа, и опыта мы получили 39. Так бы получили, по-моему, 30, если не ошибаюсь. То есть, например, за енотом мы бы вот так поохотились, да. В принципе, не такой уж сильный скинец сам по себе. Ну, хватает, хватает урона. 195 мы получили. То есть, если вы хотите быстро прокачиваться, вот, скорее всего, вот этот вот скинец космонавта, он вам больше всего подойдет. Ну, а вот если так вот подумать, для чего вообще киборг? Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Может быть, тут просто параметры, просто чтобы сражаться. Возможно, этот скинец, он сам по себе красивый. И для онлайна он действительно бы подошел. Ну, то есть, бегаешь в нем. Ну, мне вот больше, например, король нравится. Вот, королевский, королевский скинец мне пока больше всего нравится. Да. Вот. Ну, с вожаками мы довольно-таки быстро справляемся. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну-ка, давай сейчас продемонстрирую еще раз. Слушайте, давайте попробуем тогда выполнить квестик. Я не помню, просто я выполнил его или нет. Мне нужно собрать вещи, вещи, вернее, пищу, пищу в мой, по-моему, четвертый или третий. Слушай, ну, не важно в какое логово прятать еду, да, складировать. Но просто там можно смотреть, сколько осталось до конца. Давайте мы его сделаем вот так. Я возьму вот этот вот грибочек и понесем ближе-ближе к нашему домику. Вот к дупло нашему под номером 3. Бежим, несемся туда. Быстрее, 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 быстрее. Нам нужно, естественно, туда попасть. Но для этого нам нужен космонавт. Вот опять же, да, сбор еды за счет космонавта. Это просто мега крутой скинец для того, чтобы просто собирать еду. Вот, оп, все принес, получили. И сколько тут осталось? Сколько тут осталось-то? Ааа, вообще немножечко. Это, получается, 24 любой пищи нужно притащить. Это вообще легкотня. Потому что, ну, мы тут кучу всего можем найти еды. Завалом просто. Просто завалом. Ее тут миллиард, наверное. Оп-оп, все, накидаем. Я думаю, давайте мы действительно выполним по-быстренькому это задание сегодня. Потому что мне прямо сильно охота. Потому что скинец киборга, он больше, знаете, вот для внешнего вида, мне кажется, сделан. Ну, прям параметры у него одни из худших, из дорогих скинцов. Ну, серьезно. Так что я даже немножко разочарован. Разочарован. Но, может быть, есть кто-то фанат этого скинца, да? Пишите в комментариях, как вам вообще этот скин. Может быть, я что-то упустил. Может, действительно, я просто... Ну, просто другие мне скинцы нравятся. Из-за этого я такой думаю. Так, киборг мне не понравился из-за того, что он там ничего, никакие параметры не дает. А что-то я там, например, не заметил. Ну, бывает такое, что замыленный глаз. Вот. Так, секундочку. Тут есть еще, 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 еще орех. Давай-ка мы его возьмем. А где он? А вот он. Все, собираем желудь. И, о, тут еще есть монетка. А, отлично. Люблю монетки, конечно, собирать. Получать. И здорово. Так, сколько у нас там осталось? Сколько мы уже принесли? Угу. А что такое? Что такое? Что такое? Так, осталось девятна... Девятнадцать. Да, все верно. Девятнадцать. Девятнадцать. Все правильно посчитал. Так что нам сейчас просто нужно в разные дупла потаскать кучу... Ой, так-так-так-так-так-так. Желудех. Желудех. Так, давай мы в первое теперь будем таскать. И, ну, просто в первый домик немножко будет полегче. Так-так-так. И отлично. Как же мне нравится вот это... Вот летать на космонавте. В некоторых ситуациях, конечно, сложновато, но когда ты уже привык к этому скинцу, то все. Ты просто такой плюс получаешь от того, что ты действительно быстро-быстро собираешь эти все желуди. Ой, прям вообще. Ну, мне нравится просто этот скинец больше всего, наверное, пока что. Хотя нет, мне рыцарь нравится. Больше всего, как выглядит внешне, мне нравится король. Ну, не знаю почему, мне вот король нравится, как он сделан, проработан. Вампир мне немножко по внешности не очень нравится. По правде, мне вампир по внешечке не очень нравится. Но зато у вампира есть хороший плюс. То, что его практически не победить. Так, давайте выспимся немножечко и пробудимся. Пока мы с вами спали, там пробудились еще другие боссы. Так что мы можем сейчас отправиться сразиться с ними. А почему бы нет? Только нам нужно, естественно, поменять скинец. А чтобы поменять скинец, нам нужно взять будет кого? Я думаю, что, наверное, рыцаря возьмем. Потому что действительно с рыцарем мы прям в разы справляемся быстрее. Вот прям намного быстрее. Так, нам нужно, естественно, вот это схватить. Вот здесь водицы попить. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Мы можем водицу попить? Давайте. Кстати, воду, если мы пьем, куда гриб девается, интересно. Вот его, кстати, не видно. А где грибочек? А где грибочек? Это странно. Это очень странно. Да, все. Мы вроде как грибочек оставили в нашей пасти. Так что бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Где тут? Отлично. Все. Складируем и летим. Летим на этот раз уже, наверное, в сторону-в сторону босса. Так, это я закрутился, завертелся. Вот здесь нужно. Видите, можно как? Прямо как будто бы спайдер-мен такой, да? Маленький бельчонок спайдер-мен. Мы просто летим к боссу, и все отлично. Все просто замечательно. Так, мы на зайцев сейчас будем охотиться. Чтобы охотиться на зайцев, нам нужен скинец рыцаря. Да, вот. Видите, к урону по вожакам и королям у нас дополнительные и монеты. Вроде как, ну, немного их, по правде, дается. Ох, непривычно. Ох, как непривычно. Так, сами покушаем. Сами поедим. Думаю, не стоит нам восстанавливать вообще здоровье. И это не такая уж проблема. С зайцем справляемся. А ну-ка иди сюда, зайчишка. Зайчишка, иди сюда. Иди сюда. Раз. Давайте с королем справимся, потому что я не думаю, что король будет такой прям проблемой. Давай мы его будем кусать максимально быстро, быстро, быстро. Кусаем, кусаем. А, слушай, а что у нас вообще здоровье? Почему оно у нас улетает? Оно у нас просто улетает. Может быть... Ай, так-так-так-так-так-так-так-так. И все. Победили мы. Вау, это кто у нас тут такой сильный? А кто это у нас тут сильный пытается... Видите, можно вот сейчас отпрыгнуть, восстановиться немножко по здоровью. И можно снова продолжать его кусать. Видите, его-то продолжает кусать. Ай, как много золота. Как много золота. Вот это вообще крутецки. Конечно, когда золотишко выпадает в таком количестве. Так, а мы что, зайца не победили? Что с зайцем такое? А что случилось с этим... А, он забаговался. Смотрите, как прикольно забаговался. Трусишка-зайчишка. А, понятно. Так, нам срочно нужен шаман. Берем шаманчика. Видите, я постоянно пытаюсь использовать разные скинцы в разных ситуациях. Потому что действительно помогает. Вот шаман, например, бац, и восстановил полностью нашу здоровьицу. Дальше мы, естественно, берем снова скафандр наш. И скафандр одет. И теперь мы космонавты. Официально мы космонавты. Так, давай-ка мы сейчас всю эту еду отнесем в дом. Пускай это съедят. Пускай съедят. Ну, а мы отправляемся в домик. А где наш дом? Где-то он точно здесь должен быть. Вон он, вон он, вон он, быстрее за ним, быстрее за ним. Так, отлично, отлично. Так, 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 залезли. И оп, все. Можно, можно, можно спокойненько дальше идти искать еду. Почему бы нет? Почему бы нет? Да, все-таки киборг, честно скажу, мне не очень понравился. Не знаю, мне он внешне понравился, это факт. Но именно по его параметрам каким-то, да, по каким-то параметрам прям, ну, не очень. Ну, не очень. Все. Это мой вердикт. Если что, как бы он даже в топ 5, наверное, не входит самых лучших скинцов. Так, давай-ка мы вот эту ягодку возьмем, тоже отнесем. Все это в дом. Слушайте, у первого домика так много пищи. Мы сейчас тут вообще справимся с этим заданецом уже наконец-таки. Я уже, я очень буду счастлив, если мы все-таки справимся, справимся. Ай-яй-яй-яй-яй с этим заданецом. Так, грибочки, грибочки. Мы сегодня, считайте, и скинец посмотрим, и баф заработаем. Ну, скорость там, да, какая-то будет. Я только не помню там, ну, постоянно забываю, какие, какие параметры у этого бафа будут. Ну, сейчас осмотримся. Вообще посмотрим, как это все будет выглядеть именно в игре. Стоило ли это того? Стоило ли это того, чтобы просто бегать, бегать постоянно в логово? Ну, хотя на космонавте, например, это не так уж и сложно. Да, можно тут и орехи вон есть. Эх, орешки, вкусные орешки. Так, поднимаем грибочки. Сразу можно в воздух подниматься. И чуть-чуть осталось. Нам нужно, кстати, водиться попить. Мы тут налетались, устали, все забегались. Так-так-так-так-так, где тут можно логово? Отлично. И сразу же можно из этого логова вылетать. Вон там еще есть прекрасный-прекрасный ить-грибочек. Берем его себе. Жалко, что скорость у космонавта достаточно низкая именно бега. То есть, если бы и скорость бега была чуть-чуть повышена, то, скорее всего, этот скинец бы был лучшим в игре вообще. Да, то есть, без сомнения, абсолютно. Потому что скорость бега очень важна именно в прокачке, да. Если бы чуть-чуть этот параметр был повышен, то, конечно, это лучший бы был скинец. Потому что за все подряд ты получаешь кучу опыта, кучу всего золота получаешь. Плюсом ты быстро сражаешься достаточно. Ну, потому что ты можешь бегать по всей карте и вообще не волноваться, что тебя кто-то вообще может победить. Потому что ты делаешь один прыжок на дерево и все. И можешь спокойно жить дальше. И в этом никакой проблемы абсолютно нет. Так, а у нас тут грибочек снова. Слушайте, а сколько осталось вообще? Надо сбегать. Надо все-таки сбегать до того домика. Так-так-так, секундочку. А где мой дом? Сколько осталось? Мне просто интересно. Ну, ладно, полетели. Посмотрим в третьем домике, в третьем дупле. У нас все-таки есть информация, да. Заодно мы с вами, естественно, принесем ягодку. Тут уже, видите, ягодка появилась. Отлично. Вроде ее тут и не было. Но появилась. Все. Так, скидываем. И смотрим, сколько там осталось. Ну, показывай. Четыре! Четыре, друзья! Четыре всего еды нужно притащить. Так-так-так-так-так. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Фух. Залезли, залезли, залезли. Были, я думал, проблемки. Но нет. Но нет. Все хорошо. Четыре нам осталось. Это не так уж и мало, да? Да нет, ну это мало. Это мало. По сравнению с, сколько мы с вами уже сегодня натаскали, это, конечно, маловато будет. Маловато и легко. Так, здесь мы, естественно, приземлиться. Вот, главное говорю, надо научиться управлять. Сложно бывает управлять скафандром, потому что ты так подлетаешь высоко, и ты просто можешь не сконтролировать это все. Но, по правде, легко. Легко. Привыкаешь довольно-таки быстро, и проблем особых нету. Вот, видите, вот, например, вот так меняется камера. Это действительно с одной стороны плохо, но с другой стороны ничего такого сложного нет, когда ты привыкаешь. И просто вот все подряд пытаешься здесь... Опа, вот это тоже мое. Сорян, сорян, мое. Так, давай-ка мы в третий все-таки полетим. Видите, я немножко маршрут сбил себе, но ничего страшного. Ничего страшного. Опа, опа. И мы с вами сделали это. Наконец-таки. Отлично. Положив кусочек еды в хранилище, вы не поверили в своим глазам. Вы принесли не орех, не ягоду, и даже не гриб, а сандалии с крыльями. Вдруг эти сандалии взлетели и начали со скоростью света махать крыльями. Движение крыльев породило странный огонек. Огонек отделился от сандалий, и те упали без движения. Внезапно огонек ринулся в вашу сторону, и вы потеряли сознание. Вот такие вот описания у нас в игре. Давайте посмотрим. Принесите 150 предметов еды, тогда при подборе монеты вы будете получать ускорение на 5 секунд. Ну-ка, сейчас я хочу это посмотреть. Слушай, в теории это вообще крутецки. Вот монетка. Вот монетка. Полетели просто! Вот это я понимаю! Вот это да! Слушай, а это круто! А это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Кто это тут у нас? Что это за друг у нас тут? Давайте скинец поменяем, естественно. Да, что у нас тут за дружище такой? Привет, дружище! Как у тебя делище? Слушайте, прикольный баф. Мне нравится. Мне нравится этот баф. Он достаточно... Ну, прикольный, да Это стоит того, короче, да, это определенно стоит Если тебе... Ну, мне сейчас только охотиться Остается, да, больше ничего Ну-ка, сейчас я монеты получаю Да, ускорение, действительно А слушай, а если мы вот так вот Ой, ну слушай, это вообще неудобно, конечно Собирать монеты довольно-таки сложно Но в целом очень прикольно Прям максимально прикольно Так, я хочу посмотреть на этот баф Именно со стороны, как бы Когда бежишь, как бы, или назад, или вперед Посмотрим, как он сейчас выглядит Где нам еще монеток заполучить А давайте, знаете, что сделаем? Давайте самый быстрый скинец Получим сейчас Вот, у нас есть плюс 10% скорости передвижения Вот, это хорошо, сейчас мы протестируем Да, действительно, он намного стал быстрее У нас и полет тут довольно-таки Быстрый, нам сейчас главное монетку найти А кто за нами там бежит? Это енот, о, это хорошо, потому что мы сейчас за него Так, стоп, 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 стоп У меня слишком все плохо, у меня очень Все плохо, сейчас мы быстренько этот грибочек Скушаем Потому что, нет, даже не мы скушаем Не будем сами кушать Мы отблагодарим нашу семью И пойдем немножко дальше Я хочу посмотреть, как это будет все работать Мне все интересно Так, мышка, мышка, наружка Дай мне монетку, я тебя очень сильно прошу Дай монетку, но ты мне 100% дашь монетку Потому что, вот, вот она Вот она, начинаем скорость развивать О, вы только посмотрите Как она быстро бегает Это, наверное, самая быстрая мышка на свете Это прикольно Это достаточно прикольно Так, давай еще посмотрим что-нибудь Я просто хочу посмотреть сбоку, как это все выглядит Ну, здорово Так, давай Тут тоже, наверное, скушаем Это мы все-таки съедим Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Оп, отлично Уровень 116 мы с вами получаем Включаем. Это здорово, это хорошо. Так, за нами тут больше никто не бежит. Нет, только Заяц. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну что ж, друзья, вот такой был скинец Киборга. Мне он очень понравился. Ну-ка, давай, давай. Опа! Просто монетка летит. Да, прикольное ускорение. Мы все-таки наконец-таки собрали все бафы в игре. У нас теперь вообще ничего искать особо не надо. Нам только боссов побеждать. Да, и осталось два скинца. Игра, в принципе, пройдена. Осталось немножко. Потом будем уже играть в нее в онлайн. Так что будем, даже, возможно, какой-нибудь стрим проведу. Поиграем вместе. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Амик. Всем удачки в прокачке. Всем пока-пока. Ну-ка, сейчас еще с разбегом. Как же это круто все-таки. Как же это круто. Да, и, кстати, в полете довольно-таки странно себя ведет. Ну ладно. Спасибо. Спасибо.